Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Мы находимся в студии компании Гранд Капитал. Сегодня мы обсудим главные текущие события на рынке и что, собственно, нас ждет в ближайшее время. Сегодня с нами старший трейдер и аналитик компании Гранд Капитал Сергей Костенко. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И Михаил Макаров, стратегический управляющий нашей компании Гранд Капитал. Добрый день. Итак, если коротко, ситуация на рынках следующая. Вчерашний день был очень спокойный по торговле. Рынки успокаиваются после значительного отката вверх, случившегося на предыдущей неделе. Вчерашний день практически по нулям закрыли американские индексы. Площадки Азии торгуются очень спокойно. Сырьевые рынки торгуются разнонаправленно. Нефть держится достаточно высоко, выше 75 долларов за баррель. Металлы, наоборот, немного откатывают, примерно на 1-2%. Но в целом, в общем, наблюдается некоторое успокоение. Это связано и с тем, что, в общем-то, каких-то серьезных, больших, важных новостей вчера не было. Сегодня также день не очень сильных новостей. И в центре внимания новости из Европы. Вот, Сергей, сегодня выходит индекс института ЗЕВ по Германии. Как вы думаете, какие будут данные и как это может повлиять на рынок? Ну, я хочу немножко поправить. Вчера уже ближе к вечеру вышли новости о том, что агентство Мудис снизило в очередной раз рейтинг Греции. А именно, рейтинг государственных бумаг, долговых бумаг до уровня мусорного. Ну, и дальше идут там уже соответствующие индексы. Ну, что, собственно, нас не интересует. Нас интересует, собственно, сам этот факт. Это оказало некоторое давление на тот оптимистический рост, который у нас начался в конце прошлой недели. Ну, что касается сегодняшних данных. Сегодня выходят данные по Германии от института ЗТВ и также по еврозоне. По Германии ожидается снижение данного индекса с уровня 45,8 пунктов за предыдущий период к уровню 42,8 пункта. Это ожидание, которое может быть сегодня. И что касается данной еврозоны. По еврозоне, наоборот, ожидается рост данного индекса с предыдущего уровня 37,6 пунктов к уровню 39 пунктов. Ну, что можно сказать в этой связи? На самом деле, посмотрим, какие будут данные, потому что в последнее время данные по Европе выходят весьма неплохие. И особенно пятничные данные показали достаточно серьезный рост в еврозоне. Но хочется сказать одно. Дело в том, что данный рост, на наш взгляд, инспирируется достаточно низким уровнем евро. И если рынки опять будут дальше наполняться оптимизмом, единая европейская валюта начнет подрастать, нам кажется, что это начнет опять оказывать соответствующее понижательное давление на активность в еврозоне. Ну и по большому счету, те данные, которые выходят, например, по Германии, по Франции, они очень сильно разнятся с теми данными, которые, к сожалению, не публикуются в широкой печати, данные по каким-то другим периферийным европейским странам, но которые именно своим экономическим положением, своими долговыми проблемами оказывают весьма существенное давление на единую европейскую валюту и в целом на финансовый рынок. Вот мне хочется вам, Михаил, задать вопрос. От числа 18-го ожидается саммит ЕС. На рынке такое-то мнение сейчас возникло, то что этот саммит может не прибавить оптимизма соответствующего, и рынки опять могут начать снижаться. Ну, мнение какое на этот счет? Я не знаю, поддержите ли вы меня или нет. То, что опять-то могут не договориться, то, что проблемы Венгрии указывают на то, что все-таки в Европе никак не могут договориться, а значит, этот саммит может оказаться провален. Вот что вы думаете на этот счет? Ну, я думаю, что все-таки, даже если, допустим, не удастся найти варианты, который всех бы устроил и очень сильно оптимистически поддержал бы рынки, тем не менее, вариант тот или другой все равно будет предложен. То есть, какие-то средства будут выделены, какие-то программы, какие-то меры будут приняты. На мой взгляд, самая вот во всей этой долговой проблеме европейских стран, хотя, которая, конечно, присутствует и продолжает, в общем-то, существовать, самая худшая точка пройдена. Дело в том, что самое опасное в этой ситуации первые моменты, когда кризис разразился, но когда регуляторы, в общем, не знают, как на это реагировать. Меры не подготовлены, меры не приняты, внезапная опасность, она всегда самая страшная. Сейчас, поскольку уже, так сказать, есть некоторое понимание, в чем проблема, есть некоторые механизмы, вот Европейский Центральный Банк впервые вообще, на самом деле, за историю единой европейской валюты, так сказать, перешел к политике, например, покупки каких-то государственных облигаций стран, так сказать, Евросоюза, то есть, стал намного ближе в этом плане к Соединенным Штатам, то есть, намного эффективнее будет теперь действовать это регулирование, да? То есть, меры, в принципе, уже какие-то продуманы. И если будет новое, например, какое-то обострение кризиса, то уже гораздо проще будет бюрократам решить, как его, собственно, гасить и какими методами действовать. Кроме того, все-таки, уже очень сильно снизилась европейская валюта. Это правильно, как уже Сергей, вы сказали, поддерживает, например, очень сильную экономику Германии, экспортно-ориентированной, и, соответственно, уже проявляются некоторые плюсы. То есть, на мой взгляд, все говорит о том, что мы на длительное время, в общем-то, не увидим существенного нового снижения евро относительно доллара. То есть, на мой взгляд, минимум мы уже имеем. То есть, мы находимся сейчас уже в зоне консолидации. И длительное время, ну, как минимум, там, два месяца до осени, мы будем наблюдать некоторый диапазон. И, в частности, я думаю, не только по евро, но и по другим европейским валютам. По франку и по фунту. И, соответственно, нужно таким образом строить свои, так сказать, позиции. Это совсем не означает, что не будет попытки новой штурмы низов, или что не будут попытки показать новые какие-то максимумы в этом движении. Но, в целом, долгосрочно это, скорее, будет диапазон. Напомню, что нас впереди ожидают, так сказать, достаточно важные события. На следующей неделе у нас во вторник-среду заседание Федерального комитета по открытому рынку, и будет принято решение о монетарной политике Соединенных Штатов. Все будут, конечно, как всегда ждать, будут ли сказаны хоть какие-то слова и намеки по поводу того, когда же все-таки начнут повышать ставки Федеральная резервная система. Тогда же выйдут важные данные по заказам товара длительного пользования. Напомню, что на прошлом месяце они вышли неожиданно очень сильно негативные. Тоже, так сказать, интересный момент для мировых площадок. Ну и, между прочим, достаточно интересная будет пятница, и чисто по техническим причинам, что это, так сказать, пятница, так называемая «Ведьмина». Их четыре таких пятницы в году. Это день массового закрытия опционных контрактов и фьючерсов на, так сказать, основных биржевых площадках. Это может вызвать очень сильную и совершенно непредвиденную волатильность именно на закрытии этой недели. В общем, я думаю, будет не скучно. Хочу пожелать трейдерам и инвесторам на возможном росте волатильности как следует заработать. Ну и, конечно же, мы должны понимать, что впереди ждет лето. А лето – это уход крупных инвесторов в отпуск, период отпусков. И на рынках вообще ожидается какое-то снижение активности. Ну, на этом у нас сегодня все. С вами были Михаил Макаров, старший управляющий активами компании Grand Capital. И Сергей Костенко, старший трейдер-аналитик нашей компании. Спасибо за внимание. До свидания и удачи вам.